Марш! На праздник! Стой! На месте! Стой! Строевая подготовка – одна из самых сложных дисциплин в Зорнице. Именно здесь отрабатываются командные действия. Непростым испытанием для каждого участника стала издача нормативов по одеванию костюма химзащиты. Только единицы не допустили ошибки. Внимание! Плащ, рукава, чулки, перчатки надеть. Газы! До регионального этапа дошло лишь 14 команд из разных уголков Южного Урала. Они разделены на две категории – средняя и старшая. Всего 140 школьников поборются за выход на окружной турнир, который пройдет в Тюмени. В числе претендентов – Ульяна и Савелий из Челябинска. Они представляют школу номер 62. Первая подготовка у нас пришла даже очень отлично. Мы хорошо маршировали, мы хорошо выполняли все команды. Я окунаюсь в эту военную жизнь. Мне это все нравится. Я, наверное, в будущем стану, хочу стать полковником. В этом году Зорница получила новый формат. Теперь к традиционным дисциплинам добавились лазертак, управление беспилотниками и кибербезопасность. Кроме этого, школьники продемонстрировали свои навыки в знании отечественной истории, общевой исковой грамотности и оказании первой помощи. Здесь задача пострадавшего – быстро и правильно наложить самому себе жгут. Команды состязаются в тактической медицине. Необходимо будет оказать самопомощь, оказать помощь своим отрядам. Будет дана определенная легенда, по которой команде нужно будет действовать в течение двух минут. Программа военно-патриотических соревнований рассчитана на три дня. Впереди у юнормейцев военно-тактическая битва в лесном массиве и соревнования по управлению дронами. По итогам отряды победителя выйдут в окружной полуфинал. А уже в сентябре в Москве пройдет финал Зорницы 2-0. Василий Ермоленко, Павел Востротин, 31 канал. Субтитры создавал DimaTorzok